Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Все организации, применяющие упрощенную систему налогоблажения, сдают годовую отчетность в органы статистики. Так предписывает федеральный закон о бухгалтерском учете. Кому именно и когда нужно сдать бухгалтерские формы, нам разъясняет руководитель Чувашстата Эльвира Максимова. Добрый вечер, Эльвира Геннадьевна. Добрый вечер. Эльвира Геннадьевна, по упрощенной системе налогоблажения работают, как правило, малые предприятия. А такие организации не попадают под статистическое наблюдение. Так какой у вас к ним интерес и чем он вызван? Во-первых, малые предприятия, в том числе и применяющие упрощенную систему налогоблажения, обследуются и по статистическим формам, но на выборочной основе. А бухгалтерская отчетность они должны представить по итогам 2013 года наравне с другими применяющими обычную систему налогоблажения. Это установлено федеральным законом 402 ФСЗ. Конечно, для крупных, для каждого типа предприятий установлены свои формы отчетности. Наибольшая комплектность это для крупных и средних организаций. Для малых предприятий, в том числе и микропредприятий, такие организации тоже есть у нас. Это сам бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. А для некоммерческих организаций, в том числе и социально ориентированных, к ним еще добавляется отчетность об использовании полученных средств. То есть достаточно небольшой комплект документов, которые предприятия, все предприятия должны представить по итогам 2013 года. И последний срок представления этой отчетности 31 марта 2014 года. Представляют обычно они в органы статистики по месту нахождения предприятия. И центральный аппарат уже Чувашстат обрабатывает отчеты полученные. К нам представляют предприятия города Чебоксары, города Новочебоксарска и Чебоксарского района. В большинстве своем бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения, вот эти изменения в законодательстве воспринял без энтузиазма, честно говоря, расценив это как дополнительную бумажную нагрузку, как дополнительную бумажную волокиту. Чем все-таки вызвана эта мера? Почему? Вдруг чем объясняется такой интерес? И вот вы сказали о том, что бухгалтерскую отчетность дают все, а статус отчетность по выборке. Вот по какому принципу отбираются предприятия? Статистическая отчетность малым бизнесом представляется на выборочной основе в период между сплошными обследованиями. А сплошные обследования по 209-му федеральному закону у нас о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации проходит один раз в пять лет. Вот первое было по итогам 2010 года, и второе мы ожидаем по итогам 2015 года. Если бы мы не обследовали малый бизнес вообще статистическими методами, конечно, дать информацию в полном объеме, так как от нас требуется сегодня. То есть мы должны полностью характеризовать и экономику, и социальную сферу. Без вот этого сегмента это невозможно. Сегодня малый бизнес очень активно работает на предпринимательском рынке. Есть отдельные сектора, где он преобладающую роль уже имеет. Это, во-первых, розничная торговля. Это оказание услуг, в том числе строительные услуги. Это транспортные услуги. То есть там ни крупный и ни средний бизнес играет значительную роль, а именно малый бизнес. И когда мы представляем свою информацию и говорим, что у нас оборот рочной торговли во всех каналах реализации, конечно, это с учетом малого бизнеса. И у нас и предприятия, и в том числе и индивидуальные предприниматели, они малый бизнес у нас тоже, они на выборочной основе систематически обследуются. Но, конечно, нагрузка у них не такая, как у крупного бизнеса в плане представления статистической отчетности. А бухгалтерская отчетность, для чего это нужно? Ну, наверное, не секрет, или все, наверное, понимают, что данные бухгалтерской отчетности – это действительно такой полный, наиболее полный информации о финансовом, об имущественном состоянии организации. И получив информацию по видам деятельности, по муниципальным образованиям, неоценимый информационный ресурс, который необходим всем. И когда мы в предыдущие годы получали… В первую очередь для аналитики. Да, и когда в предыдущие годы предприятия на упрощенной системе не представляли эти сведения, все-таки мы понимали, что это какой-то усеченный вариант именно вот этой всей ситуации. Большой сегмент выпадает. Конечно, да. В нашей республике порядка 8 тысяч предприятий находятся на упрощенной системе налогообложения. То есть отчетность ждете вы как раз от них, от всех. Да, да, вот от всех тех, кто и раньше отчитывался, но и вот порядка 8 тысяч дополнительно. Как оптимизировать временные затраты на составление вот этих вот дополнительную бумажную нагрузку? Что вы можете посоветовать? То есть каким образом им сократить время, силы, нервы? Я думаю, что сегодня они используют уже программные средства, все необходимые и по ведению первичного учета, и по представлению отчетности. Представить отчет, наш адрес оптимизировав даже тот путь доведения этой отчетности, можно представлением отчетности в электронном виде, через спецоператоров. И надо отметить, что вот в нашей республике юридические лица и индивидуальные предприниматели очень активно используют этот метод представления статистической информации. По итогам 2013 года порядка 78% всех форм статистического наблюдения представлены нам в электронном виде. При этом по России это только 60%, по Приволженскому федеральному округу 68%. В электронном виде, простите, я перебиваю, вы имеете в виду, что они приносят на электронных носителях, либо это вообще минуя, ну в смысле исключая все личные контакты, через интернет, через электронную почту? Да, конечно, это минуя все наши личные контакты наших специалистов. Они представляют через спецоператоров или непосредственно в систему веб-сбора Чувашстата. И при этом отчет сразу контролируется, бухгалтерский баланс, будем говорить, он сразу проходит контроль и ликвидируются все ошибки, которые могут возникнуть по невнимательности исполнителей. Эльвира Геннадьевна, давайте все-таки еще раз в завершение нашего разговора. Какие именно формы должны сдавать предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, в органы статистики, в какие сроки и что будет, если эти сроки не соблюдаются? Обращаясь еще раз к субъектам малого бизнеса, именно они находятся у нас на упрощенной системе налогообложения в основном. То есть бухгалтерская отчетность за 2013 год представляется ими в составе самого бухгалтерского баланса. И форма номер два – это отчет о прибылях и убытках. То есть независимо, находятся они на упрощенной системе, не находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом надо отметить, что информацию они представляют не только за 2013 год в отчетности, но и за предыдущий год, когда они еще не ввели в полном объеме бухгалтерский учет. Но в том объеме, в который первичный учет у них был, они должны заполнить и данные предыдущего года. Иначе, с учетом того, что 8 тысяч предприятий мы получаем дополнительно, будет несопоставимый просто рост показателей, будем так говорить. Так ведь если не будет предыдущего года. Если организация предприятия не представляет отчетность, мы, конечно, применяем статьи Кодекса об административных правонарушениях, в частности, статью 19.7 о наложении административного штрафа как на должностных лиц, так и на юридических лиц. Если они не представляют отчетность, если они с опозданием представляют или допускают ошибки. Таких нарушителей вообще у нас много? Или все-таки дисциплинированные у нас предприниматели? Для нас это не самоцель. Конечно, основная задача статистиков – это получение полной, достоверной, объективной информации, чтобы ее можно было представить всем пользователям, в том числе и общественности, через интернет-сайт, правительству, органам власти, бизнесу, с тем, чтобы они могли ориентироваться на эти цифры. Много или нет? Я не думаю, что, исходя из того количества организаций, а мы предусматриваем получить информацию от 16-17 тысяч юридических лиц, что у нас много нарушителей отчетной дисциплины. Это может быть по незнанию, по какие-то ошибки допускают, по невнимательности они, чтобы специально какие-то допускать нарушения. Конечно, такого нет. И надеемся, что все юридические лица, весь и малый бизнес, и крупный бизнес, конечно, представят… Уложатся в срок, да? Да, уложатся в сроки с тем, чтобы не пришлось применять эти меры административного воздействия. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня у нас в студии была руководитель Чувашстата Эльвира Максимова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова